здравствуйте друзья здесь демитков юрий сегодня 20 какой там 29 уже декабря 2019 года сегодня воскресенье осталось всего два дня до окончания года 30 31 число и я хочу напомнить что это последние дни когда можно пополнить и из для того чтобы получить налоговый вычета от данной суммы от суммы пополнения уже в начале следующего года написать заявление на возврат 13 процентов ндфл это надо сделать я считаю я абсолютно в этом убежден и то что я говорил что я как я это лично делаю мы посчитали женой что у жены 150 тысяч рублей за год прошедший была зарплата мы перевели на из жены 150 тысяч рублей и на мой из у меня зарплата сильно выше мы перевели уже перевели 400 тысяч рублей как я и говорил что я собирался это сделать я это сделал я об этом рассказывал как я это сделал где я нашел деньги было очень тяжело на самом деле мне сейчас не хватает денег крайне особенно последние 50 тысяч мне пришлось вывести с брокерского счета и немножечко влезть в долги но я этот долг отдам буквально завтра может быть послезавтра брокеру почему потому что у меня заканчивается ну вернее очередной срок наблюдения по ноте и там все четыре акции уже сильно выше чем порог отзыва это автоколл и я получу очередной купонный доход и получу как раз вот эту самую ну возврат денег основных средств 100 тысяч рублей но я на самом деле влез немножечко в долг я там чуть-чуть акции продал на фондовом рынке поэтому там сумма небольшая я этот долг верну то есть я немножечко даже залез в долг для того чтобы инвестировать вот это 400 тысяч для того чтобы получить 13 процентов возврата ндфл и того значит ну где-то но в следующем году я точно получу 52 тысячи возврата ндфл и на жену еще там я прикидывал что то ли 12 то ли нет 15 тысяч рублей то есть сумме 67 тысяч рублей которые на дороге не валяются и это обязательно надо сделать вот а теперь и по поводу акций по поводу того для чего мы вносим деньги на из дело в том что но сейчас ставки по депозитам вы знаете падают и за прошедший год огромное число людей открыли брокерские счета и начали инвестировать и именно поэтому вот я говорю что это надо делать чем быстрее тем лучше потому что но все говорят что кризис не за горами но еще год я думаю есть я смотрю последние вот полгода и то что я ездил на открытие там семинары и значит видение их аналитиков и я внимательно смотрю что делает трамп и внимательно смотрю за новостями за ведущими аналитиками и сейчас все в общем сказать склоняются к тому что кризиса не будет и рост акций продолжится да он будет не таким большим как прошедшем году но он будет продолжаться и я считаю по-прежнему актуальными вот те ноты в которые я вкладываюсь поэтому здесь вообще то есть даже в случае некоторого падения не самого большого мы получим прибыль 20 процентов годовых и я открыл еще одну ноту вот буквально 27 числа ну как из тех же но то номер два и очередные 100000 которые я вел на из там открыл очередную ноту есть еще структурные продукты защитой капитала это на случай совсем уже кризиса но в частности на золото например можно открыть структурный продукт защитой капитала что это за продукт если золото вырастет цене то вы получаете деньги ваши увеличиваться пропорционально росту золота но не повторяют рост золота пропорционально то есть там 60 процентов от роста золота вот то есть если золото вырастет на 20 процентов то вы получите 60 процента этой суммы то есть 12 ваш депозит вырастет на 12 процентов если золото упадет в цене то вы ничего не теряете и есть один нюанс если золото растет цене то она растет в цене в долларах то есть вы получаете в долларах именно если она падает то ваши рубли сохраняются именно в рублях не в долларах вот такие инструменты есть я о них тоже буду рассказывать еще в ближайшее время. Это мне очень-очень интересно. И аналитики говорят, что рост акций продолжится. Пусть будет он не таким большим, может быть, но он должен продолжиться. Почему? Потому что по всем показателям, там показатели безработицы, показатели загруженности мощностей производственных, обеспечение заказами, индекс чего там, индекс страха на минимуме, индекс оптимизма на максимуме. То есть, вроде бы все хорошо и все должно продолжаться. Да, и кроме того, все центробанки во всем мире снижают ставки очень-очень активно. Это не может не стимулировать все-таки некий рост в экономике. Вот такие вот радужные и весьма оптимистичные настроения на следующий год. Поэтому это надо делать. сделайте это. Ну, осталось всего два дня. Найдите в себе силы. Я говорю, что я вот как пример, если приводить, то я это сделал, мы внесли с женой вот 550 тысяч буквально на ИИС. И это вот деньги, да, они заморожены, но мы накапливаем деньги, и поэтому поэтому это надо сделать. Ну, а сейчас все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Сделайте это, пожалуйста. Поставьте лайк еще. И до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok